Не уберегли пожар в здании Самарского реального училища мог вспыхнуть не случайно. И ее вылечат. Больницы имени Симашко пообещали большой ремонт. Борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Росгвардия отмечает первый день рождения. Все тайны мельпомены или там, где не ступала нога зрителя. В Международный день театра наш корреспондент заглянула за кулисы оперного. Два часа неопоздания. На досрочном этапе сдачи ЕГЭ заработали новые правила. Здание реального училища в Самаре, возможно, подожгли умышленно. Такую версию не исключают эксперты, которые занимаются расследованием происшествия. Напомню, пожар в здании начался на третьем этаже в пятницу. Огнем охватила площадь в 500 квадратных метров. Чтобы потушить пламя, пожарным пришлось вскрывать крышу и полностью проливать помещение водой. Здание реального училища знаковое для Самары. Здесь учились выдающиеся ученые-литераторы. Именно в нем было объявлено о создании Самарской губернии. В этом году памятник архитектуры перешел в собственность муниципалитета. Здание планировалось отремонтировать и открыть в нем школу. Теперь помещение нужно заново обследовать, чтобы оценить ущерб. Сейчас по итогам пожара будет посчитан ущерб. Конечно, смета, видимо, у нас удорожает. И это ставит в некую такую неопределенность. Будет дальнейшее открытие школы на базе реального училища в ближайшие два года. Но еще раз хочу сказать, посчитаем ущерб, посмотрим, сколько нужно денег. И после этого будет принято окончательно решение. Глава города поручила районным администрациям особое внимание обратить на заброшенные здания. Объекты, которые являются памятниками архитектуры, взять под охрану. Кадровые изменения в Самарской мэрии. На еженедельном совещании глава города Олег Фурсов представил нового руководителя управления гражданской защиты. Им стал Игорь Дахно. Ранее он возглавлял управление Федеральной миграционной службы по Самарской области. Департамент физической культуры города возглавил Виктор Анисатов. Он имеет опыт работы на муниципальной службе. Ранее занимал должность начальника управления по физической культуре администрации города Новокуйбышевск. В значительную часть вопросов, которые мы решаем, вы возьмете под свое непосредственно управление и решение. Поэтому желаем эффективной работы, творческой работы, креативной, оперативной, чтобы все нормально у нас складывалось. Вылечить клинику одной из старейших медицинских учреждений города, больницы имени Симашко, в этом году исполнится 75, требует внимания со стороны властей и, конечно, финансовых вливаний. В ремонте нуждаются практически все корпуса и отделения. Во время рабочего визита губернатор Николай Меркушкин сообщил, что до конца текущего года решено выделить порядка 60 миллионов рублей на приведение в порядок хирургического корпуса. Мариана Мирная знает подробности. С 1942 года в больнице имени Симашко серьезного ремонта не было. Крыша протекала, стены облупились, фасад стал непригляден. В прошлом году на выделенное из областного бюджета средство удалось отремонтировать сердце хирургического корпуса операционный блок на третьем этаже. Губернатор Николай Меркушкин высоко оценил проделанную работу, но и указал на небольшие недочеты. Если мы сегодня делаем так, который не включает сегодняшние требования, то надо сделать так. Николай Меркушкин говорит, что сейчас металлические прижимают металл. Вот как у вас металл где-то объявляют. Вот такой металл. Недостатки обещали исправить в кратчайшие сроки, ведь уже через пару недель в оперблоке возобновятся операции. Ремонта также требуют операционные второго этажа. Приводить в порядок нужно отделение реабилитации, роддом и территорию всего медучреждения. Ведь ежегодно больница принимает больше 80 тысяч пациентов. Самое главное, как я понял, Николай Иванович, он дал мне команду подготовить срочно, выполнить проектные работы. И, в общем-то, наверное, будут выделяться какие-то деньги из бюджета для того, чтобы вот все, что вы сейчас видите, привести в нормальный соответствующий вид. Планы действительно грандиозные. На дальнейший ремонт больницы привлекли инвестиции почти 80 миллионов рублей. На эти деньги будет отремонтирован первый этаж хирургического корпуса и закуплено медицинское оборудование. Кредит перед частным бизнесом рассчитан на 29 лет. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Демонтаж конструкции старого дворца спорта в Самаре планируют начать 1 июня, а еще через месяц строительство новой ледовой арены. Об этом рассказал глава регионального Минстроя Александр Баландин на совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин. Изначально основные работы планировал завершить в течение года. Глава региона поставил задачу ускорить темпы. По его словам, за год и четыре месяца был возведен аэропорт Курумич, хотя там работы было втрое больше. Новый дворец спорта должен стать одним из ключевых спортивных объектов. В нем разместятся три ледовые площадки для развития олимпийских видов спорта. Предусмотрены хореографические и универсальные спортзалы. Еще одним знаковым объектом центральной части Самары станет новый речной вокзал. В конце мая начнется строительство нового здания, чтобы летом следующего года вокзал начал работать. Нагиационный сезон будет обслуживать пассажиров, а зимой выполнять функцию культурно-выставочного центра или конференц-зала. Также на совещании было дано поручение начать проектирование новой станции метро с выходами на пересечении улиц Самарской и Маяковского и в районе площади Славы. Это важно для людей. И цирк, и центр города, и площадь Славы. Многие общественные мероприятия проводимые тут крупные. Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика для сооружения пожарного депо рядом со строящимся стадионом Самара-Арена. Какую сумму направить на реализацию проекта, знает наш экономический обзреватель Лариса Шалафаст. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России ввели ограничения для водителей, стаж которых меньше двух лет. Теперь новичкам запрещено перевозить пассажиров на мотоциклах и мопедах, буксировать другие транспортные средства, и опознавательный знак на машине «начинающий водитель» теперь обязателен. Турция разрешит российским туристам въезжать в страну по внутренним паспортам, если Россия ответит тем же. А на проектирование и строительство пожарного депо рядом со стадионом Самара-Арена направят 129 миллионов рублей. Управление капитального строительства области уже ищет подрядчика. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Все работы должны быть выполнены до 15 декабря. На этом все. Удачи в делах! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Космический союз в Самарском университете теперь будут учиться студенты из Шри-Ланки. Руководство ВУЗа подписало соглашение о сотрудничестве с Институтом современных технологий имени Артура Кларка. Также ланкийские и самарские специалисты будут вместе разрабатывать малые космические аппараты. Когда ждать первых результатов, знает Алина Чемерес. Святая святых Самарского университета, музей авиации и космонавтики. Сегодня здесь на экскурсии делегация из Шри-Ланки. Иностранным гостям показывают, из чего состоят ракетные двигатели, рассказывают, почему Самара носит почетное звание космической столицы России. Министр науки и технологий Шри-Ланки и сотрудники Института имени Артура Кларка приехали в университет в рамках межправительственного визита. Страна только встает на путь развития космической отрасли и перенимать опыт будет у россиян. Первым шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве. Мир меняется очень быстро, и технологии тоже. И получается, что маленькие страны, как наша, остаются позади. Благодаря сотрудничеству с Россией, лидером в космической отрасли и Самарским университетом, у нас появится возможность обзавестись большим опытом и тоже встать на путь развития космических технологий. Самарский университет теперь будет обучать студентов из Шри-Ланки заниматься повышением квалификации преподавателей и научных сотрудников из Института современных технологий имени Артура Кларка, а также совместно с ланкийцами разрабатывать малые космические аппараты. Все, в чем проявится интерес у страны в Шри-Ланке, мы готовы будем использовать для того, чтобы наращивать совместное сотрудничество по подготовке кадров, по проведению исследовательских работ и по созданию среды, международной среды, дружбы, сотрудничества и взаимодействия, особенно для нашего будущего, для нашей молодежи. Чтобы показать, в каких условиях будут обучаться студенты из Шри-Ланки, гостям проводят экскурсию по кафедрам и лабораториям Самарского университета. Первые ланкийцы сядут за парты уже в сентябре, а в начале апреля в университете готовятся встретить 17 сотрудников Института имени Артура Кларка. Они приедут в Самару на стажировку. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Съесть нельзя, уничтожить. В Самарской области управление Россельхознадзора обнаружило и уничтожило 1700 килограммов мяса. Продукт неизвестного происхождения оказался без ветеринарного сертификата Таможенного союза, но упаковке не было необходимой маркировки. В сопроводительных документах было указано, что это мясо свинина охлажденной, но при более детальном осмотре выяснилось, что это не свинина, а говядина, упакованная в блоки. Продукция перевозилась на грузовике из Боччерниговского района в республику Казахстан, в город Уральск, через пропускной пункт Муштаково в Оренбургской области. Водитель сопротивления не оказывал, сказал, что его попросили из Большой Черниговки довезти мясо до Уральска. Мясо было без маркировки, на которой нет определенных сроков годности и всех требований, которые были предусмотрены по закону. Росгвардии один год. 27 марта по всей стране отмечается День войск Национальной гвардии России. В Самаре начальник регионального подразделения поздравил сотрудников, которые прошли торжественным маршем и вместе с ветеранами возложили цветы к мемориалу погибших бойцов внутренних войск. Сегодня в рядах областного управления Росгвардии слушают более 2,5 тысяч человек, охраняют общественный порядок, борются с терроризмом и обеспечивают безопасность на массовых политических митингах, спортивных состязаниях и городских праздниках. Пока процесс объединения ведомств еще продолжается, но к 2018 году внутренние войска, территориальные органы и подразделения окончательно превратятся в единую структуру – войска Национальной гвардии. Раньше как-то подразделялась внутренние войска, милиция, полиция. Сейчас мы в одном строю. Представители сотрудников полиции, мы вместе стали единой командой, единой семьей, сомкнули наши ряды и учимся друг у другу военному делу настоящим образом. Далее коротко о других событиях дня. Угнал на буксире. В сети полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля Hyundai Solaris. Преступление произошло рядом с домом на улице Арцебушевская. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в районе, и быстро вышли на предполагаемого похитителя. Им оказался 30-летний житель Самары. По версии полицейских, он прицепил иномарку тросом к внедорожнику и отогнал ее вместо отстоя. Подозреваемый признался, что собирался продать похищенный автомобиль на запчасти. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В сети появилось свежее видео со строительства развязки на московском шоссе и проспекте Кирова. В ролике видно, что сейчас работы ведутся главным образом на подъезде к тоннелю со стороны улицы Губанова. По состоянию на начало марта готовность развязки оценивается в 75%. Как уверяют подрядчики, самые сложные работы на этом участке московского шоссе уже завершены. По щучьему веленью крупный улов ожидал самарца Андрея Каштанова в выходные. В районе села Ширяево он смог поймать рекордную для местных широт щуку весом 13 килограммов 650 граммов. Бабушку, как называют таких рыбин сами рыбаки, спасти не удалось. Она слишком глубоко заглотила наживку. Подцепить великаншу удалось на глубине 7-8 метров на самом русле Волги. Вываживали ее из воды около 15 минут. В субботу 25 марта в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для текущего времени года. Как сообщают в Приворском УГМС, за день выпало 17,6 миллиметров осадков, что почти до 5 миллиметров больше предыдущего рекорда, установленного в 1989 году. Дело с фантазией Явью и их работа со Всемирным днем театра поздравляют сегодня не только актеров, но и других работников, реквизиторов, костюмеров, декораторов. Сотни людей ежедневно трудятся, чтобы спектакли стали красивыми, оригинальными и живыми. Уже не в первый раз мы открываем нашим телезрителям мир за кулисье. На этот раз Марьяна Мирная проникла в кулуары театра оперы и балета. Эксклюзивный репортаж. Мы находимся с вами в арьере нашего театра, где хранятся декорации с разных спектаклей. Здесь расположены декорации со всех, практически со всех спектаклей. То есть не обязательно те, которые сейчас вот идут. Пожалуйста, пойдемте. Здесь вот, значит, я уже повторюсь, что корабль с «Корсара», с балета «Корсар». Вот эти вот декорации арки с «Лебединого озера». Декорации громоздкие, но двигаются они очень легко. Экскурсия по закулисью театра оперы и балета начинается с хранилища декораций. Среди массивных конструкций и больших форм есть и менее масштабные по размеру, но не по значимости. Александр Шевченко с гордостью показывает то, что сделал своими руками. Такого точно нет ни в одном театре. Вот эта машина участвует у нас в оперете «Тарам-парам, нина-нина» или «Квартирный вопрос их испортил». Эту машину мы нашли в деревне, отреставрировали, поставили на колеса. И сейчас она у нас работает артистом. Открываем капот, подсоединяем аккумулятор, загораются фары, задние фонари, работает сигнал. Пока в зал не пускают зрители, Александр Шевченко ведет нас на сцену. Издалека декорации смотрятся тяжеловесными. Так нужно для создания атмосферы. Но на самом деле все иначе. На самом деле это все очень легко монтируется, демонтируется. Они легенькие собачки. Потому что если бы они были каменные, представляете, сколько нам времени надо было бы на монтаж разных спектаклей. Над созданием спектакля трудятся не только актеры и режиссеры. В театре оперы и балета около 150 человек из 9 разных подразделений, благодаря которым зритель, приходя в театр, попадает в другой мир. Приходя в театр, редко какой человек задумывается о том, как рождается волшебство. И сегодня у нас с вами есть уникальная возможность посмотреть, как же зарождается настоящая театральная магия. Всего лишь одно мгновение, и мы с вами уже не в холодной Самаре, а в жаркой Индии, в храме, где служит прекрасная Байдерка. Пять минут до начала. Гаснет свет, звучит музыка, и происходит то, чего больше всего ждут зрители. Открывается занавес, и спектакль начинается. Марьяна Мирна и Константин Головин. События. Импровизация на народных инструментах, авторские новеллы и классический джазовый формат. В Самаре выступил оркестр Башкирской государственной филармонии. Это уникальный коллектив, который сочетает восточный народный эпос и джазовые ритмы. В том, что Курай и Кубыс, они тоже из джаза, убедился и Олег Зверев. Джазовые импровизации Курай является в мире одним из самых сложных инструментов, так как это просто полая трубочка. Внутри ничего нет, муштука нет. И все народности, все люди удивляются тому, как можно на этом просто полой трубке извлекать интересные звуки. Свой авторский проект заслуженный артист России назвал «Джазовые байки». Это серия небольших новелл. В подаче музыкантов башкирская народная культура органично вплетается в джазовый формат. И благодаря высочайшему мастерству исполнителей они узнали на разных континентах. Воссоздать, может быть, ту или иную атмосферу, тот или иной музыкальный пласт. И в итоге получился такой микс, который, я думаю, что зрители не заставят скучать, потому что много разной музыки, много вокальной музыки, много инструментальной. И все это, к тому же, новое и достаточно интересное. Хотя всегда будет казаться, что где-то мы это уже слышали. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Проспать ЕГЭ теперь не страшно. Новые правила позволяют выпускникам зайти в аудиторию и после начала экзамена. Более сотни участников досрочной сдачи ЕГЭ по русскому уже оценили нововведения. Те, кто будет сдавать госэкзамен досрочно, в Самаре зарегистрировано 273 человека, уже прошли ЕГЭ по информатике и географии. С выпускниками встретилась Валерия Макарова. Участники досрочного этапа ЕГЭ по русскому – это не только те, кто провалил его в прошлом году. В таком формате сдают экзамены военные или те, кто отправляется на учебу за границу и должны заранее получить аттестат. Артем Щербаков планирует поступать в Сызранское авиационное училище. Мне русский, математику и физику надо. Конечно, физике я боюсь больше, потому что я даже в школьные годы не сдавал. Нововведение этого года позволяет зайти выпускнику в аудиторию, где идет ЕГЭ, и спустя два часа после начала экзамена. Правда, временно выполнения заданий не прибавит. Использование телефонов и шпаргалок по-прежнему запрещено, и это самые частые нарушения, которые фиксируют общественные наблюдатели. Они следят не только за учениками, но и за организаторами, чтобы так бы не было давления на детей, чтобы они выполняли свои четкие должностные инструкции, чтобы не нарушали инструкции членов государственных экзаменационных комиссий, чтобы ЕГЭ прошел максимально честно, объективно и прозрачно. Объективность повышает и еще одно новшество. Если раньше экзаменационные материалы привозили в школы до начала экзамена, сейчас их печатают прямо на месте с помощью официальной программы и ключей доступа. После экзамена все бланки отсканируют и отправят в центр обработки. Следующий досрочный экзамен по математике пройдет в Самаре 31 марта. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. На каналу самарских волейболистов Кубок главы города в районах стартовали отборочные турниры в женском и мужском дивизионах. Кто выиграл первый стартовый матч, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В гимназии «Перспектива» в волейбол играют перспективные спортсменки за Кубок главы Самары. Местная команда в синей форме, 22-я школа в черной. Они прошлогодние чемпионки советского района. В городском суперфинале им не повезло, заняли только второе место в группе. И за главный трофей побороться не смогли. В этом сезоне формат соревнований изменился. По итогам районных состязаний будет сформирована сборная. Девчонки любят спорт. И волейбол такая интеллектуальная игра. Девочки какие-то комбинации делают уже. И пас за голову, и взлеты, могут сказать, метровочки. То есть уже игра более такая интересная. Это увлекает их, понимаете. Это командная игра. Первую игру отборочного турнира в советском районе команда гимназии «Перспектива» по партиям проиграла 0-2. Тренер Людмила Познякова не расстроилась, ведь она ставит для себя не ежеминутную задачу выиграть турнир, а работает на «Перспективу». У меня команда любителей. Команда «Перспектива», которая в основном учится. У них на первом классе учеба, а потом спорт. Девочки занимаются некоторые только полтора года. Седьмой класс. Поэтому надеюсь, что они подтянутся. Их вышка в волейболе – это играть за школу, за университет. В будущем играть в любительской лиге. Турнир советского района проходит в двух дивизионах – мужском и женском. У юношей четыре команды, у девушек три. За места в сборных командах сражаются школы 22, 67, 114, 166 и «Перспектива». Лучшие волейболисты сыграют в суперфинале девяти по количеству городских районов. За кубок главы города. На определение составов сборных команд районов Самары Федерация волейбола дает один месяц. Финал девяти Кубка Мэра пройдет 20 апреля. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Внимание телезрителей! С 23 марта наш телеканал вещает в сети Дом.ру в цифре на 22-й кнопке, а в аналоге на 24-й. Ну а наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!